Здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Сегодня я вас возьму с собой лепить пельмени. Ну и поговорим мы, что мне облегчает лепить пельмени. Я, конечно, знаете, вот это все методом опыта и, в общем, ко всему нужно привыкнуть. Но то, что мне понравилось и без чего я вообще уже не представляю лепить пельмени, я вам сегодня покажу, расскажу. Кто меня давно смотрит, знает, что межсезонье такое было, да, у меня крышу рвало все, и я там не знала, куда мне деться, все такое. Слушала девчонок, слушала психологов, все такое. Ну и вот мне говорили, там не мне, а вообще говорили, что найдите какое-нибудь занятие, которое вы больше всего ненавидите. Но вот в это время как раз вы его и хотели как бы научиться, но вы думаете, а, это, никогда я этому не научусь. Но я все время думала, пельмени, как бы пельмени, люблю домашние пельмени, но вот ручки у меня с пятой точки растут. И поэтому я так один раз попробовала, два, три, а потом я влюбилась. И я не знаю, это или совпало, так или действительно. И теперь я, раньше мы покупали пельмени, у нас на всякий случай, чтобы были. А сейчас я леплю пельмени, потому что скоро дачный сезон, и чтобы всегда было инзе и здесь в морозильнике, и там пельменей много не бывает, особенно если они домашние. Ну что, мои дорогие, давайте я вам расскажу, что я леплю пельмени вот на такой штучке, но у меня не только такая штучка есть. Когда-то, очень давно, наверное, в 2000 году, я занималась продукцией Тупервара. У меня ее, ну я хочу сказать, что я ее так, чтобы лично я ее покупала. Но, но, я покупала, мне заказы делали, и я там на подарки, на все, ну как знаете, кто распространители, они это. И я тогда мне попала, сейчас я покажу, давайте буду показывать вам, что у меня тогда, я взяла, думаю, на всякий случай. И, кстати, опять я вынуждена поблагодарить, не вынуждена, а как, ну хочу поблагодарить Оксаночку, Влад. Она мне напомнила, короче, мы тут с ней разговаривали, она говорит, это самое, пельмени люблю, говорит, ну, хорошо у тебя там семейка, ты да папа, мне там, на сколько детишек нужно все это. Ну и то, она молодец, и крепит. На такую семью я бы побоялась лепить, молодец. Вот она говорит, у меня, говорит, есть и туперовская, говорит, всякие причиндалы, но я на них не могу, я говорю, а у меня вот такая простая, потом я такая думаю, а у меня же вообще-то есть и для вареников, и для ревиоли. И, сейчас я вам покажу, у меня еще есть вот такая вот, это не туперовская, это для вареников, прекрасная. Она, вот это вот, ну, я не знаю, им столько лет, это еще в Белоруссии, по-моему. И вот это, по-моему, тоже из Белоруссии. Еще у меня есть, по-моему, на даче железная, вот такая. Потому что, я говорю, у меня всегда была мечта научиться лепить пельмени, но вот я почему-то думала, что у меня ручки не с того места растут. А каждый с того. У меня есть еще такая причиндала, смотрите, это с двух сторон. Здесь мелкие треугольники, да, тоже можно мясные раскатал, мясо наложил или пиццу там, или что там, продавил качалочкой, и будет мне счастье. Смотрите, здесь большие два этих окошка, а здесь маленькие одни. Но это, я не знаю даже для чего, оно просто и шло, видать, как-то в подарки шло. Потом у меня есть вот такая на пельменицу, вот такая на пельменицу. С ней и шла ложечка. Я сейчас делаю пельмени просто, я вам покажу. Вот про эту ложечку я вам хочу, я вам сегодня покажу, как ей пользоваться. Я не только здесь пользуюсь, но еще вот на синенькой своей пельменице. Это чудо-ложечка. Я не знаю, мне бы сейчас вот найти распространители Тупор Вары и спросить, у них продаются такие ложечки. Я хочу такую ложечку еще, потому что если я ее потеряю, это все. А она мне еще нужна будет и, представляете, и на даче. Это ложечка. Вот она идет с такой пельменицей. Ну, это чудо-ложечка. Вот, я не знаю, пельменница может любую покупать, потому что у них очень дорогие все эти вещи. Вот это пельменицей, здесь 40 штук, я там люблю 37. Но мне не нравится квадрат. Надо попробовать вообще-то, я ее даже не пробовала. Я вот привыкла на синей, но вот эта ложечка, вот эта ложечка, я покажу, как я ей работаю. Это прям вообще, это песня, песня. Эта ложечка, вот эта вот, это для меня песня. Так, мои дорогие, есть еще вот такая, я не знаю, ни разу я не пользовалась, равиоли или что. Видите, кругляшок такой побольше, квадратик. Здесь тоже идет ложечка, но эта ложечка, эта ложечка, ну, по тем кружкам, видите, она больше. Вот, эта меньше. Ну, я не знаю, вот она у меня вообще новая, видите, вот я ими не пользовалась, но вот эта ложечка, эта ложечка, для меня прям эта ложечка. Я покажу сейчас, что я делаю. Так, у меня в основном-то все туперваровские качалки. Я сейчас, давайте, покажу вам. Знаете, мои дорогие, я показываю для тех, кто может ничего не знает. Тесто я делаю, вот сейчас, в последнее время я купила себе миксер, планетарный чудо. До этого я делала в хлебопечке руками, я не делаю. Но, бывает, как вот в прошлый раз, кто меня смотрел прямой эфир, я купила плохую муку. Вот это нужно обязательно, желательно присеять. Теперь я ее вот так вот на... использую, чтобы обмакнуть муку. Это у меня 10 килограмм нужно использовать. Если рыбу нужно обмакнуть, или там, ну, на блины она подойдет, или там, печень, вот, или вот так вот присыпать пельменницу. Так, здесь у меня, в основном, я где-то грамм по 140 делаю. Давайте посмотрим, сколько здесь. 141, ну, ладно. Ну, 146 у меня, 141, 140, 148. Вот так вот, такие вот. Потому что нам нужно 2. Так, ну, теперь сейчас раскатаем. И я покажу, как я... Мне нравится вот эта туперваровская тоже. Но качалка мне не нравится. Качалка у меня не туперваровская. У меня есть качалка туперваровская. Сюда можно наливать или песок, или воду, или для горячей воды, и холодной воды, там, для какого-то теста, все такое. Но мне неудобно ей пользоваться. Короткая она, мне нужна длиннее. Потому что для пирожков, для пирожков, чтобы маленькая, у меня вот такая. Качалочка. Ну, нравится мне деревянные. Вот эти вот как-то не очень. Так что, вот как бы, туперваровская мне нет. Я вот так вот делаю, вот так вот сделала, разминаю, тесто мягенькое, воздушненькое. Если правильно подобрать муку, оказывается, муку нужно брать, ну, хотя бы, чтобы ей месяц был. И желательно, чтобы было 2 даты. Первая дата изготовления, а вторая расфасовки. Покупать нужно муку всегда в бумажных пакетах. Вот, оказывается. Потому что я, когда первый раз не получилось тесто для пельменей, я начала смотреть, думаю, почему, что случилось? Почему не получается? Оказывается, клейковина плохая. То есть, в связи с тем, что вот этот коронавирус, и все разбирали муку там, все, и сейчас мука свежая. И она еще, как бы говорят, не выросла. Хорошо, что здесь есть круг, и ты приблизительно знаешь, что, ну, по этому кругу нужно. Сейчас вот так вот, раз, раз, раз. Вот, тесто вообще прекрасное. Вот, и теперь смотрите, это самое главное, что я хочу показать, почему мне очень нравится эта желтая ложечка. Вот так вот сделали, раскатали приблизительно, и вот так, немножко. Теперь берем фарш. Фарш у меня готов. Вот этой маленькой ложечкой, да, сначала, ну, мы набираем, вот я вот так вот набираю и в руку. И вот этим местом, я думаю, будет вам видно, да, вот так протыкаем, оно не рвет. Видите, уже подушка. Не надо пальцем делать, потому что пальцем можем мы проткнуть. А мне так нравится, что оно прям находит тут себе домик, прям по этим дырочкам. Я говорю, вот эта ложка, раньше у меня раз, где-нибудь я допорву, а сейчас прям я знаю, что норму набираю, и вот так. И все. И это такое счастье, как мне эта ложечка нравится. Но мне бы еще одну купить, чтобы у меня такая была на даче. Потому что, когда я буду возить с собой на даче, я же могу затерять. А почему я беру на даче? А потому что, бывает вечерами скучно. Так взяла тесто, ну, дома сделала тесто, да, фарш, и налепила там пельмени. Потом привезла домой, да, и даже там в морозилочку кинула, и всегда есть пельменчики домашние. Я всегда раньше на дачу все-таки покупала, чтобы у меня были. А это домашненькие будут. Ну, и домашние, они и есть домашние. Моим деткам очень нравится. Я вот, кто меня смотрел, я делала невестки, но я невестки делала с говядиной и с курицей, с курицей. Потому что она кормящая мама, и поэтому, вы видите, как это все быстро делается? Вот раз, раз, вот, прям, ты уже знаешь, что сколько надо. А когда было без этой ложечки, вверху кладешь, и можешь вот это вот, мокрые края, потом они плохо будут залепляться, мои дорогие. Ну, я давайте вот... Знаете, в связи с этим коронавирусом звонят там разные магазины, мы работаем онлайн, доставка, бесплатная доставка, мы привезем продукты, и вот так вот звонят, но это все ясно, это хорошо. Ну, блин, самое интересное, ну, откуда же они узнают-то наши номера телефонов, представляете? Вот в чем дело. Ну, откуда? Сотовые телефоны, сотовые связи, наверное, продают, да? Вот так, потому что, прям называют, Элла Федоровна, да? Ну, а сейчас вот звонила кухонька какая-то. Ну, в общем, странно все это, да? И вот это, прям вот так вот, смотрите, прям вот, я не знаю, кто придумал вот это, вот прям, смотрите, домик такой раз, и оно упало. А если вот так вот ложить, да, то вот оно же, ты не знаешь, сколько положить, и можешь проткнуть, и пальцами не туда. Ну, я говорю, что вот это вот чудо-чудо. Теперь мне нужно, кто занимается топпервары, сейчас прям кину в группу, напишу, девочки, кто занимается топпервары, где можно такую ложку купить, вот, для лепки пельменей, это вообще чудо, очень хорошая вещичка. я прям вообще влюблена в нее. Все, теперь сейчас второй кружочек сделаем, накроем, и я покажу дальше. Так, и еще, мои дорогие, пока мы все раскатывают тесто, я вам скажу, бывает, такая приходит вам смс, и там говорят, ой, извините, а, вам приходит первая смс, пополнен счет на 350 рублей. А потом через минут, три, две, приходит следующая смс, извините, пожалуйста, я нечаянно перепутала одну цифру, пополнила вам свои деньги, в общем, если можете, верните, положите на этот номер телефона. Это полнейший обман, вы даже можете проверить, что ничего вам не поступало, никаких денег. Это вас разводят, чтобы вы вернули деньги. Ну, не вернули, а чтобы вы им положили деньги. В основном, они говорят, 350 рублей, там, 250 рублей, еще они говорят, не надо 350, хотя бы 250, верните, мне надо срочно звонить, там, тары-пыры, растопыры, поэтому не ведитесь. Так, в общем, вот, еще один кружочек я сделала, теперь берем, наш, вот это чудо, видите, все прям, накрываем, накрываем, вот так растягиваем, и начинаем с середины, чтобы провалить их раз, раз, потом по краям, потом берем так же качалку с середины, так, раз сюда, раз сюда, раз, не вот так туда, а, чтобы мясо провалилось, по чуть-чуть, сначала будет казаться, уах, 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 главное, не забудьте ее припудрить мукой, и будет вам чудо, а вот эти ошметки, которые поостаются, я потом их вручную раскатываю, и стаканчиком делаю, и леплю вручную, это вообще, тоже, они большенькие получаются, и вкусненькие, вот видите, раскатала, надо как-то попробовать с Туперваровской, вот здесь 37 штук, а там 40, а Оксаночка говорила, она делала, и ей очень понравилось, вот, так что вот так, раз, раз, все, а теперь берем ту, у-у-у, ложечку, которую же мы накладывали, да, и не руками, а вот так вот переворачиваем, да, и вот так, смотрите, я думаю будет видно, как раз, 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 вот видите, о, о, вот так, но эта ложечка, прям вообще, она такая многофункциональная, во-обще, все, теперь, сейчас я покажу вам, я вот уже две партии сделала, да, здесь по 37, и вот этот тоже, такой же сейчас, у меня есть, еще один вот такой, пустой, не специально для пельменей, так, также нужно посыпать, присыпать чуть-чуть, вот, и так же складываем, и в морозилочку, и счастья нет предела, потом, вообще, потом вы столько времени, ага, так быстренько пришли, кушать, не хотите готовить, раз, или детки там одни остались, ай, приготовьте пельмени, это очень вкусное, вы знаете, у нас очень вкусные были пельмени, от Пани, Пани закрылась, это фирма такая была, компания, и все, сколько мы искали пельмени, нигде мы не нашли, чтобы они такие вкусненькие были, такие хорошенькие, и вот пришлось, ну, и еще, в связи с этим, пришлось и научиться лепить, так что, вот так, сколько здесь, 3, 6, 7, 8, 3, 6, 7, 8, 3, 6, 7, 8, 3, 6, 8, 32, 33, 34, 35, 36, 37 штучек, и там, 74, вот уже, все, так что, продолжаю я дальше, так, мои дорогие, короче, вот что получилось у меня, да, здесь, 37, 37, 74, здесь 74, здесь 37, вот умножайте, в общем, 5 на 37, и здесь получилось, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 24, 27, это, которых, тесто осталось, вот с кругов, я их раскатала, и делала, лепила, вот, все они такие аккуратненькие, сейчас они замерзнут, так, и вот с килограмма фарша, у меня осталось еще 406 грамм, в фарш я кладу лук, грамм 300, я люблю много лука, лук, вот домашний фарш, перец, соль, все, и вот у меня еще осталось 406 грамм, грамм, то есть, наверное, килограмм готового фарша, у меня ушло, я так думаю, вот, и это один замес теста, здесь 600 грамм муки, одно яйцо, 5 ложек подсолнечного масла, 200 грамм, 210, 200, в зависимости от муки, воды, горячей, ну, не кипяченой, такой, это, вот у меня получается, сколько получится еще килограмм, посмотрим, так что, они когда замерзнут, я их буду пересыпать, потому что у меня в холодильнике, сейчас покажу, хранится еще, я храню их, вот так, видите, пересыпаю, и храню, не надо еще сделать таких, потому что, на даче очень хорошая вещь, незаменимая, так, мои дорогие, все, они уже застыли, замерзли, теперь я их, сейчас, видите, они как камешки стали, сейчас я их по пакетам, и взвесим, сколько получилось, так, мои дорогие, в общем, я вот разложила по пакетикам, так, одноразово, у меня получилось 2 килограмма, 129 грамм, это, и еще у меня фарш остался, я вам показывала, да, где-то там 400 с чем-то грамм, это с килограмма фарша, представляете, из 600 грамм муки, одно яйцо, 200 грамм воды, 220 там, и масло подсолнечное, можно оливковое, тогда вообще будет классно, ну, вот и все, мои дорогие, если кому понравилось, ставим пальчики вверх, кому не понравилось, вы меня извините, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на инстаграм, всего хорошего, мои дорогие, и всем пока-пока, субтитры подогнал «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok